шалом как следует понимать слова апостола павла о том что в мессии нет ни иудея не или на если буквально то это высказывание звучит странно ведь мы больше что получается мы больше не евреи и не эллины и не мужчины и не женщины а кто же мы тогда мы все и во всем христос это как это непонятно ведь христос то был и есть еврей мужчина и даже в книге откровения описывающий самый что ни на есть небесную реальность он назван львом из колена иуды мы верим что еще по сей самый день находится на небесах в своем земном теле это тело прославлены то есть не подвластной смерти способные проходить сквозь стены как мы читаем об этом в евангелиях и обладают другими удивительными свойствами но тем не менее сколько я понимаю это все тоже самое тело еврейского мужчины единственная трансформация которой она подверглась благодаря воскресенье из мертвых это прославление как однажды выразился иосиф шулом после воскресения ангелы не пришили еще его крайнюю плоть обрезанную на восьмой день его жизни и поэтому если мы верующие в него больше не мужчины и не женщины не евреи и не язычники то нам хотелось бы получить немного более конкретный ответ на вопрос о нашей идентичности чем просто все и во всем христос или одно во христе иисусе фразы которые нам даются в качестве ответа в этих двух стихах эти фразы во первых слишком расплывчаты во вторых не укладываются в наше понимание того кто такой еще и в третьих они противоречат мессианской теологии ведь мы мессианские евреи утверждаем прямо противоположное утверждаем что миссия не меняет и не упраздняет пол человека поэтому как мужчина уверовавший в ешуа не становится ни женщиной не гермафродитом а простите не бесполом существом точно также уверовавший в мессию еврей не становится ни эллином не человеком без национальности в подтверждение этой точки зрения мы приводим самые разные доводы как отдельные стихи из библии так и целые теологические конструкции построены на них которые вам наверняка известно если вы интересуетесь мессианским иудаизм однако писание есть писание мы не можем сделать вид что поскольку изучаемые нами тексты проблематичны для нас их просто нет или они не важны как раз наоборот именно потому что они бросают нам вызов мне кажется мы обязаны смириться в очередной раз напомнить себе что слово божье важнее нашей теологии и больше нашей теологии и постараться понять их с божьей помощью а поняв спросить себя не нуждается ли наша теология в той или иной коррекции с учетом достигнутого понимания я не могу сказать что сам уже пришел к простому ясному и окончательному пониманию этих текстов однако хотел бы просто поделиться с вами дорогие зрители некоторыми мыслями насчет них которые посетили меня относительно недавно начну с выражения новое творение которое встречается в посланиях павла в следующих местах вы видите сейчас их на экране второе послание коринфянам 5 глава 17 стих и галатам 6 15 как вы видите в последнем стихе из голод и последний послание галатам павел выражает ту же мысль которую мы пытаемся понять только вместо иудеи он говорит обрезание а вместо эллин не обрезание этим двум категориям он противопоставляет что-то что он называет новое творение это выражение напоминает нам о новом человеке о котором он пишет в послании к ефесянам но кто этот самый новый человек сделанный как бы из еврея и эллина и что представляет собой новое творение которое противопоставляется и тому и другому и иудею и эллину отвечая на эти вопросы нам придется мне кажется запастись терпением потому что я не думаю что полные ясные и исчерпывающие ответы можно дать уже сейчас принципиально и думаю что невозможно но вот предварительный расплывчатый ответ который есть у меня он следующий мы с вами знаем что окружающий нас мир запятным грехом и нам говорят что бог возлюбил этот мир и послал еще спасти его для нас с вами спасти значит освободить от власти греха исцелить починить этот мир на иврите кстати починка мира называется тикун олам и вот мы стараемся преобразить этот мир исправить его и у нас даже что-то с вами получается замечательно все это не правда ли да мы понимаем что до конца исправить мир нам пока не удастся то есть все утопии заведомо причины потому что полностью исправить наш мир сможет только сами все когда он установит здесь свое на нашей земле свое физическое и видимое правление вот и в отличие от традиционного идаизма мы мессианские евреи говорим что мессия сделает это не в первый свой приход который уже состоялся 2000 лет тому назад а во второй что скоро он вернется с небес иерусалим в тот же самый город и на ту же самую масличную гору с которой он тогда 2000 лет тому назад вознесся на небеса и что вернется он не раньше чем его собственный народ еврейский народ скажет ему уже на сей раз не сойди с креста и уверуем в тебя а баруха бабешем адунай то есть благословен грядущий во имя господа мы верим что после своего возвращения он установит на свое на земле свое тысячелетнее царство со столицей в иерусалиме царство праведность мира в котором исполнится все пророчества танаха лев ягненок будут лежать вместе дитя наступит на змею народы перекуют мечи на орала и так далее и все это так однако как бы прекрасно все это не звучало особенно для наших еврейских ушей она звучит для нас особенно прекрасно потому что пророки обещали что тысячелетнем царстве отольются кошки мышки на слезки то есть израиль наконец-то восторжествует над всеми своими врагами получит все утешение или исцеление и благословение которое ему обещано издревле так вот как бы великолепно все это не было это еще не конец фильма о продолжении этого фильма мы поговорим с вами через неделю спасибо шалом и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok